Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня тема очень важная, впрочем, судите сами, насколько она важна. Тема бесплодия. Сегодня вы узнаете, почему вроде бы с виду здоровые молодые пары становятся бесплодными. И можно ли повернуть эти пагубные процессы вспять? Да, это страшная тема. В последние годы и десятилетия бесплодных пар становится все больше и больше. И, разумеется, не только в нашей стране, а во всем мире причин несколько, но все они сугубо объективны. Ну, в первую очередь, это алкоголь, это трансгенные, то есть ГМО, продукты питания. Ну, собственно, для чего они и были созданы. Это и страшное загрязнение окружающей среды и продуктов питания тяжелыми металлами, радионуклеидами, и прочими отравляющими веществами, и в быту, и в сельском хозяйстве, и на производствах, в общем, во всех сферах жизни человека, включая бытовую химию, фарм и пищевую промышленность. А во вторую очередь, ну, помимо описанных мною выше объективных факторов, которые можно, кстати, отчасти убрать из своей жизни, защититься от некоторых, есть и другие, которые целиком и полностью зависят от вас, то есть, ну, от нас с вами. То, что я вам сейчас расскажу. Просто нужно это знать, понять эти объективные факторы и сделать все, чтобы убрать их из своей жизни. Ну, и тогда примерно в 60-80% случаев вы сможете избавиться от проблемы бесплодия однозначно. Ну, а как, от чего, почему, в ближайшие 10 минут, и вы все об этом узнаете, все поймете сами. А речь пойдет о продуктах питания, которые обязательно нужно убрать из своего рациона питания. Многие из них вовсе не являются едой, но большинство из вас их таковыми считают. Ну, это всего лишь вера, убежденность, привычка. Но это не знание, а знание вы сейчас получите, слушайте внимательно. Итак, вся репродукция, зачатие и вынашивание здоровых детей зависит от того напрямую, что вы едите. То есть, не только я то, что я ем, но и кем будет ваш ребенок. Причем речь идет не только про организм женщины, но и мужчины. Ну, про вынашивание плода это отдельная тема, об этом я сегодня говорить не буду, хотя все, что я буду говорить, влияет и на вынашивание ребенка. И, конечно же, я сегодня не буду говорить об очевидных вещах, например, таких, как то, что нельзя потреблять трансжиры. Ну, это маргарин и производные из него. Про всевозможные пищевые и химические псевдопродукты, которые однозначно влияют в том числе на репродукцию, потому что влияют на весь организм негативно. А химическая еде с красителями, эмульгаторами, разрыхлителями, улучшителями, безусловно, тоже говорить не буду, это знают все. Правда, знают и все равно едят, мотивируя, как бы себя успокаивая тем, что что же делать, вся пища химическая, так вот не вся она химическая, и кто хочет, кто ищет, тот всегда найдет это объективно. Внимание, сейчас как раз то самое главное, что для большинства людей не является очевидным, это углеводы, быстрые сахара, моносахариды, глюкоза, фруктоза и другие сладкие моносахара. Но эту тему я разовью чуть дальше, а пока главное, мешают оплодотворению, зачатию, вынашиванию детей два условия, две первопричины. Первая причина, первый фактор, это постоянные воспалительные процессы в организме. Вторая причина, ваши клетки, в том числе половые, имеют низкий метаболический потенциал, то есть о метахондриальной первопричине бесплодия, и она чиста. И эта причина чуть ли не основная. Вот эту тему я сейчас разовью, и это сейчас я вам и поясню, чтобы вы все поняли правильно. Ну и конечно, что же нужно делать в этой связи, как изменить положение дел. Да, эндометриоз, поликистоз яичников, дисфункция яичников, это частые причины бесплодия у женщин. Причины, но не первопричины, а первопричины, которые приводят к этим вторичным причинам. Я сейчас вам только что пояснил. К сожалению, большинство врачей, биологов, ученых не копаются до первопричин, а причины воспринимают как вот непонятное что-то, от чего-то взявшееся, ну чуть ли не как кара божья. И вот эти болезни, эти причины пройдут сами, если вы уберете предпосылки, которые привели к их образованию. То есть, если вы уберете первопричины. Ну вот те самые две, о которых я только что вам сказал. А теперь следующее внимание. Врага, вызывающего вот эти самые две первопричины, три. Во-первых, это сахара, то есть все то, что сладкое. И для тех людей, у кого есть такие проблемы, есть проблема бесплодия, категорически исключите прием всего, что на вкус сладкое в пищу. Поверьте, вы очень быстро начнете видеть изменения в своем организме к лучшему. Вторая причина. Это так называемые высокомолекулярные белки лектины. Это белки растительного происхождения, которые вызывают воспаление. Их около ста. Самый известный из них это белок глютен, который находится в зерновых в основном. Все знают, что у кого-то есть на него аллергии, но не знает практически никто, что белков подобных глютену очень много. И большее их количество находится в посленовых, то есть все семейство посленовых. Конечно же, в бобовых, ну можно чечевицу оставить, а посленовые надо исключить все. Ну и, конечно же, в крупах, зернах, злаках, псевдозлаках, семенах абсолютно все надо исключить, кроме, пожалуй, пшена. В пшени нет лектинов, но об этом, обо всем я говорю подробно в моих других лекциях на моем канале. Это я вам сейчас говорю кратко, потому что нельзя в этой связи рассказывать подробно обо всем, сами понимаете. И третья причина – это высокомолекулярные белки, но уже животного происхождения. В первую очередь, молочный белок казеин, конечно же, который тоже вызывает воспаление. Итак, сахар, белки лектины и молочный белок казеин, хотя, конечно же, в больших количествах любые высокомолекулярные белки чужеродны нашему организму, и их потребление вызывает наш иммунный ответ, то есть нашу естественную реакцию защитную, которая называется антиген-антитела. И об этом говорят и сторонники, и противники, и веганского, и мясного питания. Что такое есть, и это происходит. Но практически все сходятся практически в том, что именно эти три группы продуктов вызывают воспаление. И, конечно же, тем более вызывают, если у вас есть синдром так называемого дырявого перфорированного кишечника. Обязательно посмотрите вот это моё видео «Синдром дырявого кишечника», и вы очень многое в этой связи поймёте. Есть очень много неоспоримых, неопровержимых фактов, что именно эти факторы приводят к невынашиванию беременности. То есть к выкидышам и замерзшим беременностям. Конечно же, тут мы не берём различные генетические аномалии и специфические редкие заболевания. Конечно, это тоже может быть, но это сверхмалый процент. А поголовно, то, что сейчас происходит, связанное с возросшим, огромным количеством потребления вот этих продуктов за последние примерно 30 лет. Просто в огромной прогрессии. Ну а что же происходит, если люди потребляют эти продукты, тем более в больших количествах? И если эти продукты являются для людей основными продуктами питания, так оно и есть. И вот если мы уберём редкие причины, которые надо выяснять со специалистами, узкими специалистами, а вот тогда причинами бесплодия остаются, во-первых, каскад аутоиммунных заболеваний, которых может быть очень много, от аутоиммунного тереоидита до там какого-нибудь, скажем, ревматоидного артрита. И вторая причина – это отсутствие должного количества энергии, необходимой для обеспечения активно делящихся клеток эмбриона. Две причины существуют. Вот они. Это 90% всех случаев. Да, конечно, современная медицина применяет всевозможные методы сохранения, но не всегда они эффективны, и потом это неестественно, а ведь можно естественным путём изменить такое положение дел. Можно. А простое решение есть, оно только может показаться кому-то сложным. Это очень просто. Всего лишь надо убрать из своего рациона питание всё сладкое. Да, это зависимость. Но не надо потакать своим зависимостям. Вы человек сильный или тряпка? Если вы начинаете это понимать, если вы это уже понимаете, так сделайте второй шаг. Уберите это неестественно из своего рациона питания. Это все сахара, всё, что сладкое на вкус. Это, конечно же, все крахмалы варёные. Это всё мучное, всё хлебобулочное, то есть варёные крахмалы все. И молочный белок казин, то есть молоко, творог, сыр. А вот сливочное масло в этой связи, сливки жирные, и сметана жирная в плане биохимии как раз не только не страшны, но и в какой-то мере даже полезны. Хотя подчеркну, что для гормонов, для лёгких и так далее, вот всё, что вы можете сказать, что необходимы животные жиры, ну, пересказав услышанные от каких-то учёных по телевизору, так вот, нужны именно насыщенные жиры. Но не только животные жиры относятся к категории насыщенных жиров, есть ещё и растительные. Поэтому посмотрите моё видео «Лёгкие и польза жиров для лёгких». Вы просто поймёте и в связи с половой сферой, что, собственно говоря, необходимо, чтобы вас никто не мог ввести в заблуждение, чтобы вы сами могли проверить эти простые данные, которые лежат на поверхности, и просто понять. Так вот, я обращаюсь ко всем молодым семейным парам, у кого есть такая проблема. Если вы уберёте из своего рациона питания вот всё, что я сказал выше, то буквально через несколько месяцев с вероятностью до 90% вы забеременеете. Да, кстати, если кого-то из вас интересует тема жизни на земле, на природе, то обязательно подпишитесь на мой второй канал «Жизнь на земле». Вот он. Вы можете на него также подписаться, перейдя на этот канал, посмотрите очень интересные видео на нём, особенно последние. Я думаю, что вам будет и интересно, и приятно его смотреть. Ну и кто не подписался, подписывайтесь вот на этот мой главный канал, нажмите рядом на колокольчик, выберите, чтобы вам приходили все уведомления о выходе моих новых видео. Но если они вдруг не приходят, а с Ютубом такая проблема сейчас бывает, то можно поступить ещё и по-другому. На нашем сайте nadgar.ru в самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца, есть такое поле «Подписаться». Туда надо ввести свой электронный адрес и нажать кнопку «Подписаться». И тогда вы точно будете получать от нас все уведомления о выходе наших новых каких-то информационных продуктов, видео, ну и прочей рассылки, которая будет вам весьма полезна. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Захотите – подпишитесь. Про аутоиммунные реакции и заболевания я сейчас вам, конечно, говорить не буду. Тема-то другая. Хотя они все меж собой связаны. И в разных своих прошлых видео я об этом говорил не раз. Но правда, уже чувствую, нужно сделать отдельное видео про аутоиммунные заболевания и объяснить всё от А до Я, что называется. Итак, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы я сделал такое видео, это немалый труд, но тогда покажите мне свою обратную связь. Напишите под этим видео, которое вы сейчас смотрите, что вас это интересует, что вам это нужно. Не поленитесь. Для вас это какая-то секунда написать, а для меня это огромный труд. И потеря моего времени, я надеюсь, что я его напрасно не потеряю. Если 3000 отзывов от вас будет, то тогда я его всё-таки сделаю. Жду от вас письма, обратную связь. Я лишь хочу сказать последнее, что причинами всех аутоиммунных заболеваний, эндометриоза, гормональных сбоев и различных опухолей первично являются сахара и высокомолекулярные белки при присутствии синдрома раздражённого дырявого кишечника. А при потреблении большого количества сахаров с пищей и различной химии в быту вы обязательно получите этот синдром. Он приводит к тому, что возникает дефицит питательных веществ ввиду их неполного переваривания и всасывания в кровь. И, конечно же, белки лектины. Последний раз напоминаю, что в моей лекции синдром дырявого кишечника об этом я рассказываю более чем подробно. Ну а в этой связи вот это видео про зожников, почему же есть проблемы у людей, ведущих здоровый образ жизни, тоже посмотрите. Ну а теперь я разовью очень важную тему. Очень частыми причинами и у мужчин, и у женщин бесплодие является метахондриальная слабость. Метахондрии – такие маленькие органеллы, которые находятся в каждой клетке нашего организма, они являются энергетическими станциями и вырабатывают АТФ, то есть ту самую энергию, на которой живут наши клетки. Ну а слабость – это когда вот те самые метахондрии просто не вырабатывают необходимое, нужное количество энергии, необходимой для обеспечения ей всех клеток. То есть, когда метахондрии становятся низкопроизводительными, они еще могут быть вполне живыми, хотя они повреждены и уже производят меньшее количество энергии, чем того требуют клетки, например, яйцеклетки, для их деления или сперматозоиды для их необходимой активности. То есть, как вы поняли, и у мужчин та же первопричина энергетическая может быть. То есть, из-за недостатка энергии сперматозоиды могут быть малоподвижны, малоактивны. Вот почему молодые и вроде бы с виду здоровые пары становятся в наше время бесплодными. Да, существуют методы подсадки активных, самых активных сперматозоидов в яйцеклетку, безусловно, существуют. Но решает ли это проблему? Ведь она у вас есть. И проблема-то эта серьезная. Не лучше ли изменить все естественным путем, тем более, что эти изменения приведут и к другим улучшениям состояния здоровья, дадут энергию, прилив сил, бодрости, молодости, что называется, второй. Эти изменения не только помогут вам рожать здоровых детей, но и ликвидировать многие проблемы со здоровьем, которые были накоплены к данному моменту жизни. При этом потенциально вы сможете дольше и качественнее прожить свою жизнь. В молодом возрасте митохондрии более активны. И точно так же гормон роста вырабатывается примерно в должных, больших, необходимых количествах до 25 лет, а потом его количество снижается. Активность митохондрий точно так же падает. И у вас становится меньше энергии, вы становитесь более ленивыми, сонливыми, вялыми. У вас меньше силы, как все мы говорим, меньше энергии. Все правильно, только это уже не косвенно, а самым прямым, что называется, образом. И теперь вы знаете, каким. Энергии тогда не хватает всем клеткам нашего организма, в том числе половым. Давайте подведем итог. Так почему же потенциал энергетических клеток снижается? От чего? От каких причин? А причины тому это факторы интоксикации митохондрии. И вот поэтому как раз энергии и становится меньше. Так какие же это факторы? Первое, это алкоголь и курение, табак. Это страшнейшие негативные канцерогенные факторы. Второе, это острые воспалительные заболевания любого рода. Третья причина, это прием гормональных и различных фармпрепаратов. Кстати, посмотрите мое вот это первое видео про фармпрепараты и БАДы. Очень интересное видеоаналитическое. Так вот, в результате этих факторов митохондрии повреждаются и начинают производить энергии меньше, чем нужно клеткам. Снижение необходимой энергии провоцирует ухудшение работу органов. В том числе и всей эндокринной системы организма. Значит, и снижается выработка нужных нам гормонов, в том числе половых гормонов. И снижается полнота и сила их метаболизма. Так можно ли повернуть эти процессы вспять? Конечно, можно. Пока человек жив, можно все. Любой процесс, как пришел к вам в негативную сторону, его можно изменением условий среды, питания, образа жизни повернуть и в другую сторону. Да, не всегда достаточно только продуктов питания, но медицина, древняя, истинная, настоящая народная медицина способна и на это. Но только помните, все в комплексе должно работать, а не взятое что-то по отдельности. Да, иногда и отдельно взятый фактор может помочь, но системный комплексный подход всегда разумнее и всегда эффективнее. Итак, первое, нужно исключить действия интоксикантов. Это глютен, вообще лектины все в целом, да, это сахар, любые сахара, все, что сладкое. Это трансжиры, это различные рафинированные продукты, это различная химия в продуктах. Второе, убрать по максимуму все вредные факторы воздействия на организм. В свое время, лет 10 назад, у меня выходило такое видео «9 причин болезней». Посмотрите их, оно вам в этом смысле поможет, даст аналитику, какие же факторы объективно влияют на организм отрицательным образом. Третье, есть натуральную органическую пищу и, конечно, принимать необходимые биодобавки, чтобы не было дефицита ни в каких питательных необходимых жизненно важных веществах. В наши дни, к сожалению, в наше время без них не обойтись. Конечно же, не должно быть дефицита, в том числе, витамина D3, B12, витамина К2, безусловно, не должно быть дефицита омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, особенно ЭПК и ДГК. Конечно же, не должно быть дефицита цинка, селена, кремния, важнейших других микро- и макроэлементов. И магний, кальция, безусловно. В своих многочисленных видео я подробно рассказываю о том, как не допустить этих дефицитных состояний. Четвертое. Увеличить потребление низкомолекулярных белков и жиров. По белкам, кстати, я очень рекомендую вам потреблять конопляный протеин, либо вот этот еще более лучший, полноценный 4 в 1. Посмотрите, кто захочет, описание под этими товарами у нас на сайте. Что, зачем, да почему. Ну и, собственно, какой состав по аминокислотам там. Причем потребление низкомолекулярных, то есть вот этих полипептидных цепочек белковых, никогда не приводит к реакции антигена-антитела, в отличие от потребления высокомолекулярных, сложных для разборки нашим организмом чужеродных белков, попавших к нам в организм с пищей. Ну а по жирам смотрите непременно на мое видео, какие жиры нужны для легких. Пятое. Устранить стрессы, нормализовать сон. Это категорически важно. Спать надо с 11 вечера до 3 утра в глубокой фазе сна и в полной кромешной тьме. Чтобы на расстоянии вытянуто руки даже не было видно пальцев рук. Только тогда и только в этих условиях и обстоятельствах в полной должной мере вырабатывается необходимое количество гормона мелатонина, который не только нужен для роста детей, но он еще является противораковым гормоном, а также он регулирует многие другие гормоны нашего организма. Щитовидные железы, надпочечников и так далее. Кстати, стрессы очень пагубно влияют на надпочечники, а они в свою очередь влияют на яичники. Вот такая цепочка. Ну и шестым пунктом я хочу выделить те продукты, препараты, те компоненты, натуральные, природные, которые как бы заставляют митохондрии, что называется, проснуться и опять работать на полную силу, давая нужную энергию организму. В первую очередь это Т8-экстра. Посмотрите мое видео, вот это сила тайги. Но я, дорогие товарищи, все-таки чувствую, что необходимо сделать подробное видео, где уже придется не для всех, но для желающих таким биологическим языком объяснить механизмы пробуждения митохондрии. И как же эти действующие вещества, полипренолы и другие, которые находятся как раз в препарате, например, Т8-экстра, Т8-стоун, каким образом они влияют, каким образом они заставляют митохондрии, ну, скажем так, омолодиться. Кстати, если вы захотите, чтобы я это видео снял, обязательно пишите здесь внизу под видео в комментариях, что да, я хочу, чтобы вы это видео обязательно сняли. Ну, про пробуждение митохондрии. Во вторую очередь это, конечно, уникальный компонент дегидрокварцетин. Посмотрите мое видео дегидрокварцетин. Ну, а в третью очередь это куркума и черный перец как катализатор, скажем так, действия главного вещества в куркуме, это куркумина. Непременно вот это мое видео про куркуму посмотрите, обязательно посмотрите. Для большинства людей этого будет более чем достаточно. Если вы в комплексе примете все то, что я сказал, а это не сложно, абсолютно не сложно, то тогда вы точно уберете воспаление, это во-первых. Во-вторых, у вас будут активные митохондрии и вам будет хватать энергии для всего. Ну, и в-третьих, вы напитаете ваш организм всеми необходимыми микро-макроэлементами и другими важными нутриентами и ни в чем у вас не будет дефицита, что крайне важно. Ну, а на этом, пожалуй, все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, вообще всем людям здравомыслия, разума. Ну, и подпишитесь на мой канал, еще раз напоминаю, кто не подписался, нажимайте на колокольчик. Ну, а тем более, если вам это видео понравилось, вы считаете его важным и нужным, а я полагаю, оно таковое и есть, то ставьте пальчики вверх, то есть лайки, поддержите мой канал. Ну, на этом все. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.